Видео снимается для канала Виктор Светличный. Кура инкубатора цеплята. Не кур подсаживателя, а наоборот, петуха-кура. То есть должен быть еще и... Петух должен быть доминирующим. Но, видимо, такое когда-то было. Это тоже указано как причиной каннибализма. В качестве профилактики. Красиво, скажем. Нам рассказывали, почему нет искусственного осеменения у кур. Пытались создать чучело. Ну, ваш, вот, Щербатова у нас был на занятиях. А он говорит, как-то решили создать чучело. Мы тут тоже смелялись. Вот у курицы, ну, как бы, если ее петух потоптал, она встала и пошла. Как бы там определенный нахуй. Петух обязательно, если должен встал, он должен посмотреть, что она за ним поднялась. Говорит, когда дали ему это чучело, а оно не встает, а он 20 раз, говорит, зашел, спасали петуха. Значит, он, говорит, упал. Вот у них разные эффекты. У мужчин и у женщин. Понимаете? Поэтому, говорит, ну, не вышли мы на искусственное осеменение у кур. И еще никак, это уже всех вручную приходится осеменять. Парус, по-моему, вот она вот, что, кубанская индейка. Там вот индюки, да, утки, да. Я вам за кур рассказываю. Но вот что вот касается индюков, я затронула этот вопрос, то, опять-таки, у кроссов, ой, ну, есть тяжелые кроссы, забыл на слово, как называется. У тяжелых кроссов у них тоже используют искусственное осеменение, потому что самцы настолько тяжелые, то есть 20 килограмм, 25 они могут весить. И, соответственно, костяк самки не выдерживают. И вот в этом случае, вот искусственное осеменение. Вот вы, может быть, знаете, Ставропольский завод, госпиталинский завод, принимается... Георгевский, да? Георгевский? Да, да, да. Вот они как раз у них много различных пород, и вот они тоже используют искусственное осеменение. Вот проблема у них такая была, что мало того, что раздирали спину, и плюс еще просто после такого осеменения сушка, она встать не могла. И вот используют искусственное осеменение. Ну, даже самцу тяжело в таком заскочить. Ну, в качестве профилактики, что можно использовать? Введение в комбикорм, некоторые вот самые такие пиковые периоды. Поварены соли, кальций, как добавок. Можно отдельно вводить препараты, содержащие хлор и калий. То есть функция натрия в данном случае это поддержание осматического давления, а калий, он является внутрикветочным котеном. И, соответственно, в результате этого, так как они участвуют в проводимости нервных импульсов, то снижается стрессовая ситуация. Коричневые несушки, кроссы коричневых, они менее подвержены расклёву. Ну, вот я на то, что говорила, что это белые, они более предрасположены. Белые и плюс еще и мясные кроссы, они более предрасположены к расклёву. Тоже, на мой взгляд, это связано с тем, что птица, птица идет очень интенсивно обмен веществ, соответственно, все находится в напряженном состоянии и любое какое-то изменение в ту или другую сторону вызывает такую стресс. Ну, даже вот можно и, по людям сказать, некоторые бывают более спокойно, а для некоторых любой какой-то стресс, он уже там... Ну, что-нибудь, мальчика на основе ряда, чтобы успокоиться. Да. Следующее, что еще можно сделать? Это уменьшить продолжительность летового дня, тоже как решение. Ну, дефекация, о которой говорили, или тримминг тоже. То есть, если это уже птица, то взрослая птица в суточном возрасте обрезают. Это самое гуманное, что можно сделать. Ну, вот знаю, что тоже проводили и дефекацию и в 40 дней, и в 110, и в 115 дней, но на расстоянии 3-4 миллиметра от ноздрей. Ну, это, конечно... Болезненно. Но это болезненно. Это их хвост. Это суточный, да. Ну, это... Двухсуточный, двухсуточный. У них тем более суточный. У них клювик, он еще мягенький. Мягенький, да. Я не знаю, что это оборудование дома, как такового же. Да. Тем более, такой птице, ей сложно взрослому уже состоянию, ей сложно уже потом корм потреблять. Это... Ну, это совершенно не гуманно. Одна с трех, два-три миллиметра. Крающий. Крающий. Ну, полный. Вот это основное. То есть еще использование, я вам говорила, солей или органических исходов, сами органические исходы. Еще в качестве такой профилактики каннибализма является использование ферментных препаратов. Казалось бы, ферментные препараты, они способствуют расщеплению питательных веществ корма, но еще дополнительным это является и как раз-таки повышение срок устойчивости. Вот я еще работаю с пребиотическими препаратами, не пробиотиками, а премиотиками, так? И вот на коленевом исследовании показали, что, да, действительно, птица, она более спокойна на вот этих добавках. Поэтому тоже можно использовать. Ну, вот еще можно в качестве повышения минеральной питательности кормов вот этих дополненных предыдущих, сейчас посмотрела и вспомнила, использовать бентонитовые глины. Ну, это особенно богаты этими бентонитами, глинами, циолитами, в Валгоградской области, у них тоже большое количество расследований уже на эту тему было, для удешевления стоимости кормикармаза. Используют, это является как адсорбентами, повышают пищеварение и появляются хорошей еще минеральной добавкой. Ну, времени сейчас без восьми минут. Пол, и оторву.